Друзья, приветствую всех! С нами сегодня военный эксперт Олег Стариков, которого вы все прекрасно знаете. Я знаю, что вы ждете его эфира. Вот как раз сегодня самое время поговорить нам о том, что происходит на войне, о том, что происходит на фронте и общее положение дел с вооружениями и с геополитической, так сказать, составляющей этих проблем. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте! Ну вот, знаете, начну с того, что поскольку, так сказать, мы не совпадаем по часовому поясу с Соединенными Штатами Америки, сегодня ночью мне там целую ночь писали люди там, сенаторы или люди близкие, так сказать, к политическим процессам о том, какая там сейчас идет война и как они настаивают на том, чтобы не только Израиль, но и Украина и все остальное, ну и всякие нюансы. И поэтому, вот если вспомнить, что несколько дней назад президент сказал о том, что ракет нет, вот, как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию с ПВО и с наличием ракет, потому что две эти составляющие очень важны для защиты Украины? Ну, война – это прежде всего не только ведение боевых действий, но и обеспечение личных составов, мобилизации и тому подобное. Так вот, вы меня спросили, больше связано с обеспечением. Так вот, если не имеешь своего военно-промышленного комплекса, ты сам все не производишь, у тебя будут те проблемы, с которыми мы столкнулись. Почему мы с этим столкнулись? Не то, чтобы было раньше планирование, это мы откинем, это особо сейчас неинтересно. Мы сейчас полностью возложили свои надежды на наших западных партнеров. Я говорю не союзников, а мы им партнеры. Большому сожалению, мы союзниками не стали. А партнеры всегда смотрят на личные интересы. Какие интересы? Ну, в принципе, интересы политические, может быть, и не... А вот это интересный нюанс. Давайте скажем зрителям, извините, что я перебиваю, чем отличаются партнеры от союзников? Я так понимаю, что союзники обязаны чем-то друг другу, а партнеры ничем не обязаны. Или это как-то другому? Вы совершенно правильно сделали. Союзники, это то, если нападают на союзников, сразу же приходят, ну, два брата. Один брат в школе, раз ему обидели, он другой приходит, союзник брат, и, естественно, дает соответствующий отпор. А партнер, ну, ты его не трогай, потому что я не трогаю его. Вот это, типа, та же самая ситуация. Дело в том, что, если брать по менталитету, сынешь от Америки всегда войну, ну, я не говорю, там, как Вторую мировую войну, это геополитическая ситуация. А вообще, после Второй мировой войны все войны смотрели как элементы бизнеса, как развитие своего промышленного комплекса, ну, зарабатывание денег. Это у них такой менталитет, поэтому так они, в принципе, хорошо и живут. Немцы, например, к войне относятся серьезно. Они считают, как же мы проиграем, мы должны быть самые лучшие, ну, и тому подобное немцы. А сейчас, к большому сожалению, Бундесверт собирается проводить, набирать резервистов, а резервисты тоже не идут, потому что где они мечили Германию? То есть, Прусаков, Пруссия, это самая воинственная была территория Германии, а даже они особо идти воевать не хотят. И третье, а мы, как мы воеваем, к большому сожалению, у нас нету такого, то есть, стратегического горизонта, стратегического горизонта. Мы до сих пор планируем сегодня на сегодня, дайте бог, хоть на неделю, хоть на месяц. Вот когда началась война, в принципе, генеральный штаб посчитал, что нас хватит там определенное количество месяцев. Ну, давайте назовем три месяца. Ну, три месяца назовем. И для того, что нам необходимо обеспечить, именно с нашим вооружением, которое было, и именно с тем видом войны, которую мы связали. Мы тогда еще не думали, что это будет война континентальная, война будет промышленная. Мы, в принципе, думали, что будет, вот как противник говорил, СВО, СВО, как зашли там в этот экспедиционный корпус и то подобное. А вот наш реально привел статус континентальной, региональной большой войны. Так вот, генеральный штаб всегда считает, и вот он посчитал где-то на три месяца. Почему на три месяца? Потом, по логике, три месяца обороняет действующая армия, ну, кадровые военнослужащие, потом проводится мобилизация, мобилизованных всех обеспечивают, они подготавливаются и выступают на защиту страны. Вот это логика, вот это было тренировое. А потом, когда посчитали, не хватает артиллерии, боеприпасов, ПВО, ну, и всей номенклатуры, о которой вы, в принципе, сказали. И тогда начали заниматься. Запад нам предоставил, тихо, то есть, со скрипом предоставил где-то 4,5-5 тысяч арт-стволов, там, РСЗО определенное количество, минометы, артиллерию. Но, почему, сами стволы они нам предназначены, но никто не думал, что линия фронта будет больше тысячи километров. Ну, никто об этом не думал. Ну, все думали, ну, более мимо, мимо, по-насо-Запад, такими войнами, сталкивался в последний раз во время Второй мировой войны. После таких войн не было, ну, не было таких войн. Они примерно считали, что война может длиться, ну, 2-3 месяца, все. А тут уже на третий год пошло. Поэтому они не готовили такое количество снарядов. Так вот, если нам давали боесные пушки, ну, то есть, артиллерию, которая 155 миллиметров, артиллерийские снаряды, а у нас 152 миллиметра, вот выгребли все 152 со всего мира, а противник, думаете, на это смотрел спустя рукава, что он делал? Ну, естественно, сам все скупал, скупал все. 155 миллиметров артиллерийские снаряды, то же самое надо распоставлять, но заводы у них не работают. То есть, работы у них настроены на войну за 2-3 месяца. И вот в течение вот этих, в чем сейчас основная проблема? Деньги есть. Ну, как сказать, деньги есть. Но промышленных мощностей нет. Но нету промышленных, потому что само по себе, насколько мне память не изменяет, штата где-то один или два завода сейчас еще строят, пока его построят. Там выпуск именно 155 миллиметров снарядов, так же самое и зенитных ракет, зенитная ЗРК и тому подобное. Тоже выпускают эти НП-3600 штук только в год. А мы выпускаем, вот Зеленский посчитал, вот было его интервью где-то 2-3 недели назад, что выпускается, по нам выпустили столько-то ракет, он сказал, ракет, шахедов и тому подобное. Я взял примерно, посчитал, сколько это будет денег по коммерческим ценам, ну, чтобы избить. Это вышло где-то, ну, 1-2 миллиарда. То есть, в итоге 1-2 миллиарда на 2 месяца. Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет? А еще здесь информационная составляющая. Путин на Украине не остановится, он пойдет на Европу. И, говорю, я как пример всегда привожу, сидит такой кудрявый Олад Шольц, вот типа я такой кудрявый, и думает, я сейчас Украине все передам, а он ко мне придет, а чем я буду защищаться? И сразу же все дальше пошло, это уже политологи пусть это рассказывают. И сразу же начинают нам передавать инженерную технику, материально-техническое обеспечение и то подобное. Так вот, в итоге, такого количества средств, которые необходимы для полной защиты всей территории Украины и системами ПВО, я только даже сейчас возьму только системы ПВО, ракет для ПВО, в мире просто нет. Голландцы говорят, давайте мы выкупим все, что, а греки, у греков много, конечно, они думают, ага, сейчас мы отдадим, а турки тут уже рядом ходят и смотрят на наши острова, да? Ага, сейчас мы это все передадим. Ну и дальше по теме. Поэтому, к большому сожалению, я же, помните, в первом абзаце сказал, континентальная промышленная война. Война идет с оружием третьего, четвертого и пятого поколений. Тут здесь все, начиная от пулемета Максим и заканчивая искусственным интеллектом, элементами искусственного интеллекта, высокоточным оружием и то подобное. Денег на такую войну у Запада, промышленных мощностей у Запада мало. А у России, вот вы мне скажете, а у России тоже мало. Да, но тут, если брать уже экономику войны, Россия выпускает это все по себестоимости по нам. То есть ракета, ну стоит она 2 миллиона, она 2 миллиона и стоит, да? А если она в рыночную цена, уже 8 миллионов. Они по нам по себестоимости пускают, извините за цинизм. А мы, вот это нам поставляют по рыночной цене, снаряд стоил 2 тысячи евро, а сейчас уже 8 тысяч евро. То есть уже вместо одного уже 4 снаряда. Поэтому здесь вот столкнулся такая проблема. Но знает ли об этом Кремль? Знает. И он одна из основных целей, кроме политической составляющей, кроме составляющей, связанной с Украиной. Он еще решает задачи по обескровливанию Запада, как в финансовом, экономическом, ну и дальше отношениях. Идет обескровливание. Мы считаем, что мы его обескровливаем. А они считают, что они нас обескровивают и Запад обескровит. Олег, но тут же есть нюанс. Я, кстати, понимаю, что война это очень дорогая история. Потому что один удар вон Ирана по Израилю стоил, как говорят, 2 миллиарда долларов. Это в рыночных ценах. Вы же говорите в рыночных ценах. В рыночных. А я же говорю по себестоимости, там это в 4-5 раз дешевле. Это ж по-разному. А Израиль защитился где-то. Он сейчас попросил 1-2 миллиарда. Поэтому он отстрелял. Я другое тут хотела сказать. Ведь Соединенные Штаты Америки, не знаю, что там по рыночным или не по рыночным, но они же нам очень часто дают оружие, которое им уже не надо. Там списанное, так называемое. Не знаю, у них F-35, F-16 стоит в пустыне. И как бы его нужно там, ну им не надо. Многие вещи им нужно утилизовывать, а так они дают их нам. И так далее. Для них же все-таки это так же выгодно, как нам получить их оружие. Ну, фактически это же триггером является для ХВПК, для производства нового вооружения и так далее. Разве это не так? Выгодно. Но вы же сказали про F-16 или про Абрамс. Давайте я сейчас приведу пример Абрамса. Буковки. Дальше там у Буковки. Дело в том, что действительно в полях, там сухие пустыни, там танки стоят. Но их надо восстановить. Восстановить, то есть модернизировать, восстановить, навесить оборудование. Так в Штатах всего остался один танкоремонтный завод. Всего один. Один. Нету завода по производству танковых корпусов. Ну зачем, они есть. А то, что танкоремонтный, один всего. Вот он в день делает, модернизирует. Сейчас они вывели. Раньше было там один, два, три, где-то пять танков в месяц. Сейчас один танк в месяц. Один танк в день они модернизируют. Один, тридцать танков в месяц. А посчитайте, сколько на поле боя идет живучий сейчас танк. Время, сколько живет танк, боевая бронированная машина, как во время Второй мировой войны. Три минуты. Три минуты. Сколько необходимо выпустить этих танков? Может быть выгоднее воевать дронами, а не танками? Так вот. Я не разбираюсь, конечно. Это я так предшествую. Вот теперь про Ф-16. Теперь что такое Ф-16? Ф-16 сам по себе самолет, он используется как платформа, которая несет оружие. То есть воздух-воздух. Воздух-земля. Радиолокационные ракеты. И бомбы. Корректированную бомбу с крыльями. С ОМПК. Таких не бомб. Так вот, он действительно 9 штук можно подвесить под крыльями. 4 с одной стороны крыла или на фюзеляш. Но это платформа. Такого понятия, как бои, истребительные бои. Вот так как, как же дуб там вот этот. Сейчас уже такого нет. Его подводят к месту, куда ракета долетит. Его направляют. А кто его направляет? Авакс его направляет. Авакс где находится? 500 километров он берет. Он только до левого берега. Самолет может долететь только. То есть он берет до левого берега. Дальше у него 120 или 150. Радиолокация больше не берет. Ну я могу, я в порядке не ошибаюсь, может тут не точно говорю. Ну примерно такое. А дальше, если он выйдет, зайдет в зону ПВО, он будет сбит. Сбит однозначно. Однозначно. Потому что система ПВО, она сейчас такая, в принципе, у противника одна из лучших в мире. Так вот, в итоге, представьте, берем политическую составляющую. Ф-16, не было ни одного случая в мире, чтобы во время боя между Ф-16 и МиГ-29, это считается равнозначным самолетом, чтобы был сбит Ф-16. МиГов они где-то штук 25 набили. Это в Сирии там вот это все. А Ф-16 ни разу. И тут начнется сбиваться Ф-16. Это первая составляющая. Второе. Значит, будет ли выполнять данный самолет задачи по прикрытию наземных ведений, наземной составляющей, когда наши войска или ведут боевые действия в обороне, или ведут бои в наступлении. Тоже проблема. То количество, которое нам дают, это достаточно только на тактическом участке. Ну, например, в Рабодино, Ореховское направление. Или там Ордеевское, ну, маленькое, тактическое. А на оперативном его не хватает. Почему? Потому что нам дают пару эскадрильей. А это же авиационные полки, авиационные армии. Это совершенно другое. Самолеты, расходный материал. Их сбивают. Поэтому их тоже такое количество не дают. Зачем и нам их дают? Кстати, вот последний раз заявил, знаете, надо же все слушать, что они говорят, командующий вооруженных сил штатов в Европе, генерал Ковалев. Ковалев. Да, парень, парень. Он заявил, что мы готовим сейчас летчиков, украинских летчиков, для того, чтобы они сбивали крылатые ракеты. Да, вот это есть. Это нормальная ситуация. Ракетами воздух в воздух идут крылатые ракеты. Они, естественно, для этого и предназначены. Для системы ПВО. Не для наступления. Не для обороны. А для системы ПВО. Поэтому то, что сейчас складывается, вот именно эта ситуация. Запад всегда озадачивается, когда им задает такой вопрос. Значит, думает, как это все ремонтировать. А ремонт? Вот представьте, в одной бригаде, например, находятся, ну, танки, например. И Абрамс, и Челленджер, и Т-72, и Т-64, и Т-80. Зампотех, он шалеет от того, что ему надо ремонтировать. Почему? Потому что везде разные запчасти. Везде специалисты другие. Везде зип другой. Это ужас. Поэтому вот это... Тут можно отремонтировать целый челлендж. Это самое волосы дымом на голове, как это сделать. А если речь еще о большом количестве техники. Конечно, это тяжело. Тут с машиной что-то раз это поехал на одной, что оно что-то не то. Надо еще и мастера найти нормально, который отремонтировать. А это что-то... Готовят ремонтников, 5 лет, инженеров. Они вот учат один танк, ну, два танка, ну, три. А тут еще западный, он другой. И Ф-16 сам по себе, управление у него другое. Чем вот наши летчики учат. У него одно управление. А там другое. Там совершенно он по-другому управляется. А там же уход говорят, что готовят летчиков. Говорят, что готовят их уже так долго. Нет, готовят. Еще раз говорю, готовят. Но это, как сказать, готовят. Это готовят на уровне взлет-посадка. Это как в Великой Отечественной войны взлетели, его сбили. Это совершенно другое. Что такое надо подготовить? Летчик, он взлетел полчаса, час. Он находится в постоянном стрессе. То есть, как он только взлетел, он работает на инстинктах. У него постоянный стресс. Почему? Потому что в любой момент к нему что-то прилетит. Он в ужасе. У него давление 240-250. Почему летчики... Я когда в военное училище поступал, меня не взяли. Говорят, во-первых, слишком высокий, не лезешь. И тут надо еще иметь соответствующую нервную систему поспокойнее. А я чуть-чуть такой холерический больше. А надо было поспокойнее. Поэтому тут совершенно другое. А он готовит. Для того, чтобы в любой момент он привык к старому самолету. Раз, как его, что-то не то сделает. А у него штурвал в другом месте. На старых самолетах на МиГ-29 один в одном месте штурвал. А у В-16 в другом штурвал. Он неправильно педаль нажмет вместо тормоза газ. Как в автомобиле. Раз, перепутал. И все. Попробуйте пересесть с ручной коробки автомат. Ручной коробки на автомат. Это полгода надо. Думаешь, три педали, а тут дверь. Слава Богу. Или наоборот. Попробуй пересесть. Наоборот, тяжелее. Я пробовала и то, и то. Олег, говорят израильские эксперты о том, что последний раз, когда был удар Ирана по Израилю, они пришли к выводу, что сбивать ракеты в воздухе гораздо эффективнее, чем там системы ПВО и прочее, прочее. Насколько это? Какие умные эксперты. Это в военной науке, в военном искусстве об этом написано. Я говорю, F-16, они самолеты предназначены не только для поля боя, но и как средства системы ПВО. Вот действительно. Почему? Потому что крылатые ракеты сами по себе летят по низкой траектории. А Земля имеет эллипсоид, форму эллипсоида Красовского. То есть некоторые думают, что она плоская, а она же другая. Кстати, крылья этих некоторых, я когда узнала, сколько их много, я была потрясена. Я думала, что это не тот, но что там три человека вместе с Юрием Лозой думают, что Земля плоская. А оказалось, что вот это целая секта, понимаете, огромная этих людей. Поэтому это было открытие, да. С одной стороны, по баллистической траектории, в принципе, видно, она взлетела вверх, она летит очень на высокой скорости, вниз, но она вертикальная вниз. Ее видно. Ее легко определить с помощью компьютера. А крылатор ракеты, она огибает местность. Она раз огибает, еще делает маневры. Ее системами ПВО, то есть радиолокационная фазированная решетка, ее определяют где-то минут за пять. А за пять минут она, с учетом того, что если летит до звуковая скорость, то, в принципе, ее можно сбить и определить. А она еще, если сверхзвуковая, она еще делает горку вверх, а в горку потом летит с быстрой скоростью. И расчет не успевает среагировать. Не успевает. Поэтому делают и нападение. То есть одну ракету сначала шахеды пускают, потом пустышки пускают, потом другие ракеты. То есть одна ракета за другой, чтобы расчет видел, что это якобы одна ракета идет, а за ней две ракеты идут. Первую сбили, вторая прошла. Это сама система. А именно это наземные системы ПВО. А воздушные, когда взлетели, они все это видят с помощью радиолокации системы АВАКС. Так вот, почему мы сбили самолеты А-50У? Два самолета сбили, да? А-50У. Они полностью контролировали весь радиоэфир, то есть все воздушное пространство Украины. Они контролировали его. Так вот тогда, во время боя, такие самолеты взлетают, и они полностью контролируют, где летят от крылатой ракеты и то подобное. Ну, говорю, для систем, которые летят по баллистической траектории, это там чуть-чуть другие противоракетные обороны существуют. А мы сейчас говорим про ПВО. Вот очень интересный был бы ваш анализ по самому напряженному часткам фронта сегодня. Что происходит сейчас в Амьяре, что происходит там на южном направлении, все очень переживают за Запорожье, ну и, так сказать, другие места. Харьков и многое другое. Ну, во-первых, по Харькову. Само по себе Харьков – это больше информационная составляющая. Сейчас противник создал перегрузку, перерывал в свои направления. Сейчас сделал северное направление, назначил, кстати, одну из состава и числа состава западного военного округа, западный военный округ. У них сейчас идет переформирование, сейчас Ленинградский военный округ, московский военный округ. Ну, вот назначили на северное направление нам всем известного генерал-полковника Лапина. Помните, такой был генерал-полковник Лапин? Он и командующий Ленинградского военного округа, в том числе и отвечает. В силы там где-то будет 50 тысяч человек, где-то тысяча артиллерии, где-то 400 танков, это где-то 4 танковых полка, ну и тому подобное. Само по себе эти части, это только сформировано, они еще не бою готовы. Их надо сформировать, штабы назначить, командование, провести боевое слаживание, логистику. Если пойдет все очень быстро, то северное направление, которое отвечает за Брянскую, Белгородскую, Курскую область, будет готово к боевым действиям где-то к концу этого года. Но если пойдет все быстро, а если пойдет медленно, это еще дольше. Поэтому все разговоры, что пойдут с Харькова, это вот группировку создали, это все больше связано с психологической составляющей. Если они пойдут, они перебросят с Купенско-Алиманского направления, оттуда перебросят и возьмут войска, уже группировку, уже те части, которые есть у Лапина. Понятно? И там у них группировка на Купенско-Алиманском направлении очень сильная. Они ее уже создали, то есть они собединили Купенско-Алиманск, там затишье, там полный штиль. Там что-то воюют, но там полный штиль. Они готовят, но готовят, идет подготовка резервов. Наиболее опасные для нас участки, это связано с Часов-Яр и Красногоровка. Вот это наиболее два серьезных участка. Почему? И Авдеевка еще, и Авдеевка. Почему? Потому что сам по себе Часов-Яр находится на высоте, там Донецкий Кряж, там славянская Краматорская группировка. И в принципе после этого укрепрайона там особого ничего нет. Там остается маленький населенный пункт и пусто. И если противник возьмет это все, то в итоге он может выйти на оперативный простор. Выйти на оперативный простор. Ключевое слово. Но будет ли он выходить или нет, я не знаю. Почему? Сил для того, чтобы выйти на оперативную глубину, у него есть. На стратегическую глубину нет. Что такое оперативная глубина? Это 40-50 километров. Все. На стратегическую глубину все. Вот Харьков до левого берега нет у него сил, но нету сил у него. Максимум игру до 40 километров. И то, если пойдет, то пойдет медленно. Я же как пример привожу, меня уже тут цитируют. Типа как горит степь. Вот степь как горит потихоньку, вот так они и продвигаются. Следующее. Там тяжело. Почему? Потому что есть проблемы. Они очень толково атакуют, толково. По всей военной науке, военному искусству. С севера, с юга, в лоб. Значит, работают, как его, ФАБ, КАБами. Работают всем конфиденциальным оружием, которое у них есть. И ведут, кстати, толковые штурмовые действия. Я говорю, толковые штурмовые действия. Там очень тяжело. Почему? Потому что есть такой разведпризнак. Если командующий приезжает в какой-то район, значит, этот район очень серьезный. Он приезжал туда, они смотрели, он показывает помощь командованию, где и как, на что. И в том числе идет переброска туда определенных резервов. У нас есть войска, которые стоят на линии боевого соприкосновения, но есть оперативные и стратегические резервы. Значит, по данным западных СМИ, еще раз говорю, западных СМИ, у нас оперативные и стратегические резервы от 10 до 13 бригад. То есть те бригады, которые есть дырка, например, ну, то есть есть какая-то проблема в оппозиционном фронте. Раз, перебрасываются и прикрывают. Еще раз говорю, позиционный фронт стоит, он находится, он может двигаться километры туда, километры назад, может два километра отойти, три. Еще раз говорю, слово отход. Как только услышите отступление, это уже опасно. Отступление это тогда, когда противник наступает, и под давлением противника ты отступаешь. Это опасно будет. Сейчас плановый отход. Это планируется, штаб планирует, войска отводятся, укрепрайоны строятся, ну и то подобное. Я говорю, как это по военной науке. Следующее. Авдеевка. Сейчас Авдеевка очень серьезный район. Почему? Потому что, помните, на начальном этапе где-то в августе, в августе того года, в ноябре, такое было, они в Красногоровку по северу, они хотели зайти, там было там батальон, танковый батальон, они были разбиты, вербовое, вербовое, не вербовое, степовое, потом они в итоге Авдеевку взяли, тоже применив очень хитрую тактическую схему. А сейчас что они делают? Они сейчас пошли по югу, водяное Первомайск. И вот они пошли по югу, и там Первомайск они зашли, и там очень серьезно, Первомайск-Невельское, и там в Первомайске, Межупервальском Невросе образовался выступ, и там очень серьезно, и они сейчас пытаются сделать там нам котел, пытаются сделать именно южнее Авдеевки, поэтому наши команды должны принять меры, чтобы оттуда отойти, в принципе, для того, чтобы котла не было, или окружение там такое. А вот что они сейчас, они в центр уже не бьют, в центр попытались, не бьют, они начали идти очереди, но вот они вчера и позавчера, у них был штурм, Новокалинова они там прошли, и Очеретина, там Заря, там населенный Заря, вот там, я говорю, три месяца назад они не могли взять, а сейчас они зашли в Зарю и вышли на окраину населенного пункта Очеретина. Очеретина тоже является укрепрайоном серьезным, и этот укрепрайон, он связан с контролем всем, там можно выйти, опять же, как влево, так вправо. Насколько я понимаю, они вот сейчас с севера и юга будет пытаться охватить вот нашу группировку, которая вышла с Авдеевского укрепрайона. Что, что может произойти? Фронт потерял устойчивость, позиционный фронт на отдельных участках потерял устойчивость. Значит, вот некоторые говорят, а вот что будет? Да в принципе особо-то ничего не будет, он может по из позиционного фронта на отдельных участках перейти в мобильную оборону. Это тоже ничего страшного не будет. Не будет. Почему? Потому что сама по себе мобильная оборона подразумевает ведение боевых действий. Их не в окопах сидеть, а вот как пример на тачанках. Да, вот мах батька махну, раз, вышли. То же самое, как мы разбили противников Харьковской наступательной операции осенью 22-го года. Это было мобильное, то есть это было такое высокомобильное действие. То же самое, ничего особо не произошло. Они дальше не пойдут, потому что они прекрасно понимают, любой вход, любая, если вот колонны, танковые колонны пойдут, значит сразу же начнется удары по флангам, удары партизаны и тому подобное. Они на это не пойдут. Удары высокоточным оружием. Уже не научились в 22-м году. Второй раз они ошибок не допускают, еще раз говорю, не допускают. И что есть очень тревожный. Это я говорю, это в принципе не тревога, это обыкновенное ведение боевых действий. На войне бывает и так, и так. Самое главное, не потерять веру в победу, высокий боевой моральный дух, высокая вера командования, вера солдат своих генералов и вера генералов своих солдат. Это самое основное, что только есть. И, естественно, обеспечение государством наших вооруженных сил. Знаете, что меня нервирует, честно говоря? Я одно не пойму, почему за генералом Сырским главкомом постоянно следует министр обороны. Вот что он там у военных? Он должен заниматься обеспечением вооруженных сил. Он должен на западе, в Рамштайне, сел там в Рамштайне на базе и сидит, выбивает, ходит. Ну, вот как Кулеба, как бы странно оказалось, вот он всех пугает, что-то всем рассказывает. Ну, он хоть что-то делает, ездит, в кабинеты стучится, правильно? Дайте, ну, он что-то делает. А этот за главкомом. Чего он за главкомом ездит? Ему что-то заняться нечем. И, кстати, военных это нервирует. Военных это нервирует. А главкома в том числе. Человек, который достиг такой должности, прошел все ступени от курсанта до генерала. Кстати, он все ступени прошел. Вот этот саглядотай его нервирует. Я сам помню, когда присылали каких-то комиссаров проверять, это нервировало до глубины души. Это то же самое. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Это правда. Это правда, Олег. Ну, еще хочу в финале, может быть, сегодняшнего нашего интервью задать вопрос по энергетике. Мы видим, что вчера там генерал, генерал, господи, гендиректор Ясна заявил, что может не хватить завтра ни генерации, ни даже импорта электроэнергии. И он попросил завтра, например, я живу за городом, да, у нас завтра света не будет, нас предупредили. Но самое страшное, конечно, что нет ни одной электростанции, которую Россия бы не атаковала ракетами на сегодняшний день. Стоит не прогресс. Тест многие уничтожены. И вот, конечно, мы же понимаем, что для того, чтобы работал бизнес, промышленность, для того, чтобы мы с вами разговаривали, для того, чтобы были коммуникации, все равно нужно электричество, для того, чтобы страна жила. Как можно защитить все-таки? Потому что, знаете, многие там возмущаются, почему сейчас цены на электричество могут вырасти. Ну, а какой выход? Ну, могут вырасти, да. Но, тем не менее, можно ли сделать так, чтобы все-таки защитить вот эти объекты очень важные? Да, я скажу неприятную вещь. Невозможно. Невозможно. Почему? Потому что тем количеством государства Израиля, кто защищал? Три страны. И Ордания. И Британия. И Британия. Они защищали с помощью своих F-16. Торнадо и то подобное. Да, почему? Он сказал, для того, чтобы не заходили эти ракеты, эти шахеты и то подобное. А вот они их защитили. А раз защитили, значит, не было. Ну, тут вопрос такой, для какой цели, куда стреляли. Но это отдельная тема, можно еще целый час рассказывать. Я думаю, это тема. Мы с вами говорили вначале о разнице между партнерами и союзниками, к сожалению. Но если бы нам дали больше ПВО, это было бы возможно. Понимаете? Ну, еще раз говорю, все зависит от количества нанесенных ударов. Есть уже много, я так понимаю, и вам рассказывали, какие цели, что Иран делал, как Израиль защищался. Но никто не говорит про одну из причин, о которых я сейчас скажу. Исламская республика Иран с помощью вот этой атаки проверяла систему противоракетной обороны и противовоздушной обороны своего врага, государства Израиля. Для чего? Для того, чтобы планировать возможные будущие наступательные действия, проведение классических воздушных операций. Как правильно, где они находятся, как это все сделают, как планировать и то подобное. Это серьезнейшая вещь. А некоторые люди, мы разбили всех. Но это, знаете, это люди с линейным мышлением. А с линейным, это в скобках говорю, примитивным мышлением. А реально кто думает, ну я понимаю, что в Цахале там достаточно, и в государстве Израиля достаточно умных людей, которые понимают, что реально необходимо делать. Не зря, что штаты туда авианосец подогнали, эсминцы подогнали. Эсминцы это же система противовоздушной обороны. А на авианосце тоже система ПВО. Ну, самолеты, которые выполняют эту задачу. Так вот, в отношении нас, мы защитить в настоящее время всю энергетику мы не можем. И если противник будет массово, опять же, пускать такую систему средств поражения, он все разобьет. Я сейчас не говорю, тут преследуется, первая, политическая цель, вторая, экономическая цель, и третья, ну моральная цель, для снижения уровня богатумства, скажут, а что на света нет, ну и дальше, и тому подобное. Вот вы об этом сказали. Но я говорю, я скажу про военную цель. Здесь и военная цель. Почему? Потому что само по себе, с учетом развитости железных дорог на территории Украины, значит, основная железная дорога выполняет и стратегическую функцию. Она не только выполняет гражданские. На полустанке есть полустанок и там железная дорожная станция. Значит, возле него это градообразующее предприятие. Все там работает. Это, я говорю, это связывающее. А я сейчас говорю про военную. Мы перебрасываем войска с помощью железной дороги. Они выбывают электричество. Естественно, можно, конечно, тепловозами это все это делать. Ты этими фурами, ты там, одна фура, одна танк. Ты не успеешь, ты не смотришь, что это в таком количестве перебросить. Во-первых, это дорого. Во-вторых, это один танк ты можешь перебросить, а батальон ты не перебросишь. А помните, я говорил про, если будет прорыв, должен переброситься резерв в то место для того, чтобы... Так вот, противник смотрит, где находятся у нас резервы оперативные. Естественно, он будет наносить удары именно где резерв находится далеко. Он там нанесет удар, мы резерв перебросим. Он нанесет в другом месте, где резервов нет. И вот такое вот, чуть ли военное слово не вырвалось. Такие вот переброски, вот такие качели в итоге приведут к остановке самой системы логистики. И они найдут слабое место, где потом нанесут решающий удар. Это в основном, это и... Я говорю, в основном, если брать военную составляющую, война, это, как все говорят, все будет решаться на поле боя. Да, будет решаться на поле боя. Ну, мы же с ними можно так поступать. Мы же сейчас там бьем по их аэродромам, мы бьем по их нефтеперерабатывающим заводам. И точно так же мы можем, исходя из такой логики, и с ними действовать. Главное, чтобы... Правильно, я же еще раз говорю. Суть ведь какая? Как относится... Тут ведь вопрос такой. Как Кремль относится к этим ударам? Они считают, что это не особо важно. Они что сделали? Они сказали, нефтеперабатывающие заводы, это частные предприятия. Частники хотите, чтобы вы вас охраняли? Значит, платите деньги. Шойгу заявил, я слышал. Шойгу заявил, давайте платите деньги, мы модернизируем систему ПВО и поставим возле вашего завода. Только вы будете платить этим частям. Им выгодно платить, они сейчас это делают. А кто не хочет, заводы приватизируют. Национализируют. И в итоге начали это все делать. Уже ж ударов по Москве-то нету. Собянин что сделал? Были удары по Москве дронами. А почему нет сейчас ударов? Потому что не долетается. И Собянин быстро, с помощью своих ресурсов, поставил систему РЭП. Так вот, в итоге, что получается? Перекрыть большое... Что нам надо? Вот вы меня спрашиваете, что делать? Если этим будет заниматься только государство, ничего у нас не получится. Ничего. Так вот, надо идти учиться у противников. Есть собственник? Есть собственник частный? Частный. Плати деньги, поставим систему ПВО, будет все и будет прикрывать все, что... Почему Ахмед? Ах, какой важный инвестор. Почему не платит, а сейчас только 8% выгода? Он может говорить, да, я плачу вооруженным силам. Это хорошо. А почему сейчас ты деньги, которые есть, не закупишь, ну, по крайней мере, не закупишь или монетизируешь, ну, что-то, и прикроешь в свою систему энергетики? Ну, я думаю, частный бизнес тоже будет этим заниматься неизбежно. Неизбежно, потому что ему нужно сохраняться. Олег, огромное спасибо. Огромное, преогромное. Ваши, как всегда, профессиональные комментарии, там, вы знаете, что один из лучших, так сказать, наших экспертов – это вы. Поэтому вас зритель так и любит. Спасибо большое. Ну, что ж, как говорят, разум да правы мой, вы правы, что главное не терять надежду и главное не терять уверенность в том, что в победе, да, и работать. Ну, что делать? Наши ботинки, мы их должны носить. Все, спасибо большое. Спасибо, до свидания.